В Планетарии можно увидеть не только виртуальные, но и реальные звёзды. Для этого на территории астрономической площадки Парка Неба размещены две башни обсерватории. Малая обсерватория предназначена для серьёзных научных исследований. В ней установлен новейший 400-мм телескоп-рефлектор, укомплектованный оборудованием для удалённого доступа и цифровой обработки результатов. Главный же наблюдательный инструмент Планетария находится в Большой обсерватории. Это один из самых крупных телескопов-рефракторов, доступных обычным посетителям. Вес около тонны. Диаметр объектива 300 миллиметров. В Москве единственный аналогичный телескоп находится в обсерватории МГУ. Через этот мощный рефрактор производства Карл-Цейс-Иена в каждый ясный вечер любой из нас может наблюдать за жизнью Вселенной. В хорошую погоду в телескоп отлично видны кратеры на поверхности Луны и планеты Солнечной системы. При желании можно рассмотреть и далёкие галактики, многочисленные туманности, шаровые и рассеянные звёздные скопления. Каждый из нас, увидев телескоп-галактику в созвездии Андромеды, почувствует себя настоящим астрономом, приобщённым к тайнам знаменитой туманности Андромеды. Свет, от которой добирается до нас 2 миллиона лет. Не меньшее впечатление ждут и тех, кто разглядит в телескоп газовый гигант Юпитер и сможет, подобно Галилею, увидеть самые крупные его спутники. Экскурсия по московскому планетарию подошла к концу. Мы проделали долгий путь. Познакомились с исторической экспозицией Музея Урании. Совершили множество открытий в интерактивном лунариуме. Научились определять время по Солнцу в парке Неба. И совершили захватывающее космическое путешествие с помощью удивительной программы Большого Звёздного Зала. Приходите в планетарий, и мы снова отправимся в глубины Вселенной за новыми знаниями и новыми впечатлениями. Продолжение следует...